Приветствую вас. Ну, вопрос свой вы выдаёте, конечно, небольшой, информации маловато, вот, мне бы хотелось, чтобы вы, конечно, больше информации предоставили о себе, но, тем не менее, буду исходить из того, что есть. Значит, вы пишите, как пережить расставание, если мы работаем в одной команде, а он начал встречаться с коллегой из нашей же команды. Ну, здесь вникает сразу вопрос к вам. Откуда велось противоречие, которое вы здесь проявляете? Вы расстались с молодым человеком, с мужчиной? Расстались. Если расстались, значит, вы уже не вместе. Если расстались, значит, не вы не имеете на него права, ну, то есть не имеете права требовать от него, там, например, скажем, верности, постоянства, да, что-то такого. Значит, если вы не вместе, то вы уже свободны друг от друга тогда. Получается? И почему вы говорите о том сейчас, что вам сложно переживать тот факт, что он встречается с другой? Почему сложно? А сложно потому, что вы эмоционально отношения не завершили. То есть иными словами, то есть иными словами? Либо вы до сих пор не приняли, что так, что вы эмоционально, Рассказывает С Мужчиной Либо вы Обидаетесь на него До сих пор И у вас есть Обиды Непроработанные обиды Непроговоренные обиды Да Вот это На мой взгляд Является Принципиальным Принципиальным моментом Потому что если у вас Есть обиды Их нужно прорабатывать Далее Можно сказать так Если вы Люди любите Человека Если вы Хотите для него Счастье Если вы хотите для него Добра Добра Если вы Хотите для него Всего самого лучшего Да И так далее И так далее То можно говорить В таком случае О том Насколько вы его любите Насколько есть у вас Вот это вот Чувство любви К нему Как бы Насколько Оно выразено у вас Это чувство Потому что Видите как Получается Получается Так что Вам тяжело Потому что Вы что-то Для себя Потеряли Получается Так Что вам Тяжело Потому что Вы Перестали Удовлетворять Свои потребности Какие-то Вот об этом Нужно подумать Потому что Если бы Вы его любили Просто То Мы бы Адекватно Принимали бы Стопфакт Что Он другой Он может Совершенно Спокойно Встречаться С С Этой Другой И Нормально Вообще Как-то Взаимодействовать А раз Вы Не можете Этого Принять Значит Вам Тяжело Значит Речь Идет О ваших Попрекностях Каких Знаете К сожалению Только вы Может быть Это Страх Одиночества Может быть Это Самозрение Самооценка Которая У вас Понизилась После того Как Вы Расстались С ним Тогда Нужно Работать Именно С ней Самооценкой Почему Вы Стали Хуже О себе Думать Например И так Дали Вот В общем Есть Определенные Негативные Мысли Негативные Последствия Которые У вас Появились Сейчас Вот В результате Восставания И Человек Который Клянщик Бобстана И Который Сейчас Другой Вот Водвое У вас Негативные Чувства Вот Вам Больно А Повы То Не С вами А Другой Женщик Вы Невольно Сравниваете С Друга Думайте Что Вот Чем Она Лучше Меня Я Может быть Я чем-то Худит И так далее И Брата в том Что Никто Не Лучше И Никто Не Худит Просто Отношения Заканчиваются И Вы Сами В этом Убедитесь Если Перестанете Винить Кого Либо В том Что Произошло Вы Перестанете Искать Виноватых В том Что Ваши Отношения Завершили Вот Если Вы Перестанете Это Делать Если Вы Перестанете Искать Виноватых Я Полагаю Что Вам Станет Куда Леж А пока Вы Обвиняете Его Себя Эту Другую Девушку В том Что Она Вот Такая Плохая Может быть Увела У вас Мужчина Или Может быть Что Он Такой Плохой Что Сразу С ней Начал Встречаться Кстати А Сколько Времени Вы Завислялись Со Своим Партнером И Через Какой Прометиток Времени Он Начал Встречаться Другой И Чем Был Обусловлен Ваш Выбор Мужчины Именно В качестве Как Коллеги Почему Вы Выбрали Себе Партнера Именно Коллегу По Работе Почему Вы Не думали О том Что Могли Быть Вот Такие Последствия Есть Вариант Такой Либо Вы Рассматриваете Возможность Перевода На Другую На Другую Должность Либо Вы Думаете О том Как Вам Изменить Отношение К этой Ситуации Чтобы Она Вас Больше Не трогала То есть Либо Вы Приходите К мысли О том Что Молодого Человека Вы никогда Не Интересовали И Вам Становится Все Равно С Кем Он Там И Так Далее Либо Вы Начинаете Думать О том Что С вами Собственно Ничего Плохого Не Произошло То есть Именно На вас Это Негативно Не Повлияло То есть Вы Купируете Те Отличательные Моменты Которые С вами Произошли В результате Расставания С ним Вот Либо Вы Работаете Со своей Самоценкой Чтобы Перестать Хуже О себе Думать Вообще Ну В любом Случа То есть Я имею Ввиду Все Плохое О чем О чем Вы думаете В результате Вот В данной Ситуации Все это Неправда В любом Случае Вам Нужно Только Пересадь Связывать То что Вы думаете О себе Хуже С тем Что Ваш мужчина Больше Не сладный Ну Возможно У вас Имеется Элемент Зависимости Возможно Возможно И элемент Зависимости У вас Тоже Есть Правда Его Нужно Еще Выявить В чем Эта Зависимость И как Она Вообще Проявляется Забыть Вы его Не забудете Поплакать Если Хотите Поплачьте В этом Нет Ничего Ничего Дурного В этом Нет Ничего Плохого Поплачьте Если Если Есть Желание Вот Сразу Вы его Все равно Не забудете Нужно Будет Время И Помощь Помощь Психолога Для Так Оказались В этой Ситуации Как Так Получилось Что Мужина Вообще Начал Встречаться Там С другой Девушкой Почему Вы Так Тяжело Это Переносить Вот Сем Это Связано Не Будете Выражать Свои Эмоции Не Будете Выражать Свои Чувства Не Будете Сплатить Не Будете Проявлять Их Но И Тем Нем Не Держа В себе Все Старайтесь Обязательно Старайтесь Отвлекаться Общаться С другими Мужинами И так далее Собственно Почему Если он Может Общаться С другими Да А вы А вы Нет Вот С чем Это связано С чем Связано Такое Отношение То есть Вот Важный Момент Да Важный Момент Именно Сон Чтобы Вы Перестали Проектировать На себе А то Что тут А не Происходит И Убрали По сути Все Блоки Вы Коменды Заставляют Вас Это Делать На этом Все Надеюсь Что помог Вам Если У вас Остались Какие Вопросы Пишите В личку Буду Рад Помочь Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Благодарю